хорошо василина спасибо большое это было очень интересно не сомневаюсь у меня такой вопрос мы обычно заканчиваем что происходит у нас на биржевых фондах валютных фондах в прошлый раз мы разговаривали что не упадет будем так говорить евро действительно евро не упала доллар продолжал идти вниз в общем-то и шел вниз дело в том что сейчас очень важное возможно будет событие происходить соединенных штатов я имею ввиду а именно принятие какой-то возможно медицинской реформы то есть не среду случайно дональд крамп я не знаю но она должна была быть уже принято в общем там ну наверное кто-то знает о том что существовала реформа которая была принята президентом бывшим президентом обама назывался obama care ну тут много ходила вокруг этой программы всего 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 но категорически против этой программы был трамп ну и на самом деле вот сейчас он запускает новую программу и голосование этой программы должно было быть уже возможно в пятницу но заморозилась и наверное она все таки будет принято и вот это окажет серьезное влияние когда это будет ну возможно понедельник возможно вторник мы не знаем то есть это где-то будет объявлено нету какой-то такой конкретной точной даты ну расскажи сейчас что ты видишь на самом деле происходит вот в этом плане на валютных рынках и что может произойти но вот интересный день среда для рынков это как раз таки тот переучет о котором я говорила вот итоги по переучету будут уже подводиться как раз окончательные в среду и я думаю что это не связано с реформой обама киа там не медицина задействована на этой неделе больше а именно пищевая промышленность социально я может быть не окончательные итоги будут по поводу реформы но обама киа сама по себе она не может существовать киа забота медицинское страхование мы говорили на прошлой неделе о том что дева и рак это разрушительный сейчас аспект обама обама киа киа это рак забота медицинское страхование это дева она в любом случае будет отменена эта реформа это однозначно но вот ключевой день я думаю что это среда как раз таки вот этот рыбный теневой аспект что может повлиять на рынок я не знаю поскольку это как раз таки те финансы которые мы не можем учитывать это чего мы до конца не можем знать об этом может быть знает бабушка джанет елен но не мы понятно я не я не вижу что что то должно меняться до среды среда именно такой ключевой день она по картографии я смотрю что великобритания не очень хорошо выглядит я думаю что фонд может продолжать снижаться и на протяжении этой недели а потому что там негативных слишком много проекции формируется именно в великобритании и уши к концу следующей недели только они дойдут до нью-йорка вот смотри что получается у меня сейчас открыт график на другом мониторе у меня открыт график как раз британского фунта и я смотрю на британский фунт он шел очень стабильно и довольно долго шел вверх движение вверх остановилась 23 числа 23 марта после чего началось снижение ну вот сколько 23 24 и два дня всего идет снижение я полагаю так что те принципы которые послужены в основу моего анализа если это будет продолжаться движение что в сейчас говорит василина дорогие друзья обращаюсь к вам то тогда я не так кажется что тоже вот по графикам видно еще буквально совсем чуть-чуть и мы так сказать пробьем уровень поддержки уровень суппорта исходя из того что говорит василина продолжаться не очень хорошо это есть просто совершенно невероятные возможности это я вам заявляю как специалист который работает 21 год на бирже я не знаю кого то интересует кого то нет но тем не менее это возможность получения очень серьезных бенефитов я могу сказать и это очень важно вот то это то что я называю новым так сказать венем эзотерическая бирже то есть в среду а движение а движение индексов но все-таки определяет как падение или подъем в мировом масштабе все-таки американская биржа нью-йоркская биржа падение продолжается уже довольно таки долго и она она может остановиться в игры ты говоришь в среду правильно если возможно но это это не ключевой аспект конечно для того чтобы весь рынок так глобально развернулся но какие-то позиции можно иметь в виду особенно тех стран которые завязаны на рыбный промысел между прочим и каким-то образом вот порты вот эта тема рыбная рыбная тема можно тут подумать поразмышлять ну это так целенаправленно в отдельный в отдельный может быть передач или в отдельном на ракурсе что ли а когда общий такой прав прогноз он общий предполагает общей тенденции да ну может быть мы сделаем отдельную какую-то передачу если будет такие запросы лично мне это интересует поскольку все таки я обучаю студентов хорошо давай мы перейдем к тому что было озвучено в самом начале какой-то там был юмористический такой было вопрос что любят ну вот у нас одна постоянная наша слушательница задает вопрос да мне нравятся такие вопросы немножко съем с юмором с юмором и спрашивает она модельер стилист и послушала прогноз по поводу клоунского аспекта прошлый наш прогноз обратила внимание что какие-то тенденции клоунские в моде присутствуют и задают вопрос по поводу того модели теперь красная будет в этом сезоне красная обувь на что-то такое загнутые носы на туфлях колпаки с бомбончиком но вот мне нравится когда люди начинают думать это вообще здорово и действительно понимать что это здорово когда люди начинают думать вообще я хочу сказать да это прекрасно и я думаю что наши радиослушатели все думают и все слышат правильно слышат вот я между прочим согласна с тем что а такой устойчивый аспект может в моде создать подобную тенденцию а в частности как то красная обувь шабо какое-то и жабо как она называется а также для женщины белые тени для век ну как у нас господина президента американского там белые глаза такие клоунские атрибуты у него спасибо за вопрос ваша так сказать почитатель таланта до слушательница она сама модельер правильно модельер стилист и модельер модельер я недавно смотрел шоу валентина юдашкина по интернету ну там много с моей точки зрения этих тенденций я уж не помню ну красная обувь она всегда как бы была в моде марсианская обувь особенно у женщин да это нормально в сочетании с белыми с тушью для ресниц да это вполне почему нет ну вот вот даже даже моду затронули понятно но задавайте вопросы будем рады ответить особенно если они будут такие неоднозначные может быть экстравагантные и смешные все будем рады василина еще я обещал в конце программы сказать ну это как объявление да о том что будет программа да у вас ну во первых среду вас идут программы по средам до до среду в 20 часов вечера по московскому времени вот дорогие друзья в среду 2 часов вечера в 20 часов до по московскому времени в чикаго это 12 часов дня полдень будет передача с василина мискевич и рита борт холистик health coach специалист по здоровью правильному питанию центра сангейт о чем речь у нас идет пищевая промышленность культура питания опять куда от этого денешься да да и может ли это как-то на отношениях сказаться потому что передача называется тайны отношений ну правильно мы же знаем что путь к сердцу мужчины лежит через желудок вот только вы на этой неделе дорогие женщины старайтесь не кормить своих мужчин мясной пищей правильно лучик рыбной вот креветки там лапстеры да как у вас белоруссии ловишь ловит нет еще на фермах у нас сейчас наверное только лещ идет котляны лечь не люблю кости но хорошо понятно ладно тогда еще раз регистрируйтесь дорогие друзья почему потому что ну эти передачи как я уже сказал они предполагаются быть в общем-то закрытыми то есть они не всегда будет открытой для всеобщего пользования потому что поступает все больше личных вопросов и их в чатах для общего пользования для общего просмотра как бы не будет правильно выставлять поэтому если вы будете регистрироваться вы уже точно туда попадете это так сказать совет василина спасибо тебе большое это было очень интересно минчанам без сомнения белорусами имеется ввиду а я в душе бульбар вот опять же песняры это я еще их так сказать лично помню вот и очень люблю да и поэтому я всегда слежу за то что происходит на территории бывшей республики беларусь а теперешнего государства беларусь спасибо большое до свидания всего доброго до свидания всего хорошего